Итак, сейчас давайте мы с вами рассмотрим самый популярный на сегодня в мире сервис для хранения, для обмены, для демонстрации видеороликов. Это YouTube. Я думаю, каждому пользователю интернета этот сервис знаком в большей или меньшей степени. По крайней мере, все о нем слышали, это уж точно. Итак, для того, чтобы начать работу в этом сервисе, необходимо сначала тут зарегистрироваться. Чем мы сейчас с вами и займемся? Давайте создадим аккаунт. Так, сейчас нам загрузится страница и что здесь необходимо ввести? Это адрес электронной почты, имя пользователя желаемое, страна, дата рождения ваше. Я вам настоятельно рекомендую отметить разрешать поиск моего канала на YouTube другим пользователям, чтобы ваши видеоролики могли найти другие люди. По желанию отметить, я хочу получать сообщения о новых продуктах, о новостях, сервисах и так далее. И обязательно нужно прочитать условия соглашения с пользователем. Если вы их принимаете, тогда нажать кнопку принимаю и аккаунт будет создан. Что ж, сейчас я введу все эти данные. Все готово и нажимаю кнопку принимаем. Сейчас у нас с вами создастся аккаунт на YouTube. Так, здесь нам говорят о том, что когда вы зарегистрировались на YouTube, вы автоматически создаете аккаунт Google. Ну, у нас его нет, поэтому давайте мы создадим еще аккаунт на Google. Это позволит нам пользоваться всеми сервисами Google, такие как почта, документы, календарь и так далее. Все те профессиональные сервисы, которые очень подробно рассматриваются во втором диске курса Киберсант Пользователь. Здесь же мы с вами, естественно, этого касаться не будем. Мы рассмотрим только сервис YouTube. Так, я ввел пароль для аккаунта Google, ввел символ из картинки и нажимаем создать аккаунт. После успешной регистрации YouTube нам сообщает, что чтобы подтвердить наш аккаунт, чтобы у нас была возможность его использовать, необходимо проследовать в почтовый ящик, где нам, скорее всего, уже пришло письмо с кодом подтверждения. И на самом деле на ящик Яндекса пришло вот это письмо. Давайте мы с вами его откроем и перейдем по вот этой ссылке, указанной здесь, чтобы подтвердить, что мы на самом деле создали аккаунт на сервисе YouTube. Да, теперь мы можем его полноценно использовать. Ну и давайте начнем с того, что рассмотрим то, как здесь добавлять видео. Нажимаем добавить видео. Ограничения, которые сервис накладывает на ролики. Это, во-первых, размер видео не более 2 гигабайт, длиной не более 15 минут. Ну, сейчас получается границы несколько расширили. Несколько месяцев ранее ограничение максимально составляло 10 минут. Хорошо, нажимаем добавить видео. Я выберу тот же самый ролик, что мы с вами использовали и при загрузке в Яндекс.Видео. И у нас отображается та же самая статусная строка, наподобие той, которую мы видели в сервисе Яндекса. И необходимо сейчас дождаться окончания загрузки. И затем здесь мы сможем выставлять некоторые параметры, редактировать уже наше видео и готовить его к публикации. Что ж, сейчас я нажму видео на паузу и мы дождемся окончания загрузки. После загрузки файла на сервер YouTube начинает его обрабатывать. И нам необходимо также дождаться окончания этого процесса. Вот теперь у нас видео окончательно загружено и обработано. То есть YouTube перекодировал его в нужный ему формат. Теперь оно доступно для просмотра по вот этой ссылке. Но прежде чем мы перейдем к видео, я хочу здесь упомянуть, что вы, как и на других сервисах для хранения видео, можете здесь задать название своему файлу, описание, задать ему какие-то теги, то есть ключевые слова, по которым его можно было бы быстро найти. Определите его к какой-либо категории, чтобы те пользователи, которые будут искать через YouTube какую-то информацию, какие-то ролики, чтобы они могли в том числе увидеть и ваше видео в нужной им категории. Ну и что касается видео, доступа к нему, то здесь вы можете опять же настраивать. Сделать ли видео общедоступное, таким по умолчанию является каждое загруженное видео, либо же сделать его частным, только доступным отдельным пользователем сервиса YouTube, которым каким, опять же определите вы, да, либо же видео со статусом не в списке, то есть оно будет доступно только тем, у кого будет вот эта ссылка. И никаким другим способом, кроме вас, конечно же, да, увидеть это видео будет нельзя, потому что вы, как тот человек, который загрузил видео, сможете его всегда увидеть в своей библиотеке. Но другие люди смогут его увидеть только по ссылке в данном случае. Если мы выберем не в списке, да, ну пусть у нас видео останется общедоступное, мы нажимаем сохранить изменения, и давайте перейдем по ссылке, для того, чтобы посмотреть, загрузилось ли у нас видео. Да, вот мы видим, да, что у нас статусная строка загрузки идет, и видео, в принципе, успешно загружается. Соответственно, точно в таком же виде другие пользователи смогут увидеть ваше видео, то есть непосредственно окно с плеером, выполненном в формате Flash, да, и форма для ввода комментариев, для голосования, то есть вот они кнопки нравится или не нравится видео, да, для встраивания его на сайт. Что касается встраивания, то если вы хотите разместить это видео на своем блоге или сайте, вы нажимаете на эту кнопку, и здесь автоматически скрипт генерирует вам код для вставки на ваш сайт или блог. Вам достаточно просто скопировать его и вставить нужное место на вашей веб-странице, или на месте поста в блоге, или поста в форуме, и так далее, и так далее. И на этом месте отобразится плеер с данным в видео. Еще здесь из режимов, да, что вы можете отметить. А включить ли похожие видео, что это значит, давайте посмотрим. Когда воспроизведение ролика доходит до конца, после его завершения, плеер может выводить вот сюда похожие видео в виде ленты. И вы можете отметить, отображать ли его или нет, похожие видео, да. Ну, в данный момент не отображается, потому что видео только недавно загружено, и YouTube еще не ассоциировал с ним какие-либо видео. Следующий из интересных параметров, это воспроизводитель стиля в качестве HD. То есть, если ваше видео было загружено в HD формате, как в моем случае, да, то эту возможность можно включить, чтобы другие люди смогли просмотреть этот ролик в HD качестве. И кнопка «Отправить видео» служит для отправления вашего видео в такие популярные социальные сети, как ВКонтакте, LiveJournal, там, Facebook и так далее, да. Кроме того, вы можете отправить его по электронной почте. Для этого вам нужно будет ввести адрес, кому вы хотите его отправить, какое-то сообщение небольшое, да, ну и нажать кнопку «Отправить». И к вашему сообщению приложится еще ссылка на данное закачанное видео. Так, вот, в принципе, все основные функции, которые необходимы для работы с видео. Что касается самого плеера, какие здесь имеются параметры просмотра. Во-первых, это выбор разрешения, в котором просматривать видео. Вот в данный момент мы с вами наблюдаем весь возможный спектр. Почему? Потому что мы с вами загрузили видео в разрешении Full HD. В данном случае мое это видео было записано с параметрами картинки 1920 на 1080 пикселей. Самый высокий параметр качества, с которым мы можем просмотреть видео, это Full HD. Мы можем просмотреть его в среднем формате HD, да, 1280 на 720. Ну и несколько вариаций стандарта SD, то есть обычный DVD, да, только с разным качеством. Если вы загружаете, допустим, видео обычного формата, не HD, то у вас этих двух параметров здесь вверху не будет. Потому что, естественно, ваш оригинал, он такими параметрами не обладает. Он будет иметь у вас только одно из этих трех разрешений. С 240 пи, да, до 480 пи. Хорошо. С помощью этого переключателя мы можем переключиться, допустим, на 720 пи и просмотреть наше видео в разрешении HD. Давайте мы сейчас с вами это и сделаем. Естественно, видео будет загружаться несколько дольше, но и качество его будет выше. Вот, да, у нас видео начало воспроизводиться в формате HD. Да, но все-таки плеер его еще сбрасывает, потому что загружено оно не до конца. Ну да ладно. В принципе, суть уже понятна. Следующая кнопка у нас разворота видео на всю ширину страницы. И последняя кнопка это разворот на весь экран. Видео можно просматривать в полноэкранном режиме. Чтобы из него выйти, нажимаете кнопку ESC и возвращаетесь в плеер. Так, выше вашего плеера вы можете наблюдать ссылку на свой канал. Давайте перейдем по ней и посмотрим, что это такое. Ваш канал на YouTube это, можно сказать, ваш личный кабинет. Нет, но не в полном смысле этого слова. То есть, на ваш канал могут заходить другие люди и просматривать ваши видео, которые, естественно, отмечены, параметры защиты которых предполагают общий доступ. То есть, то, что мы с вами настраивали сразу после загрузки. Да, это сделать видео общедоступным или приватным и так далее. Вот общедоступные видео здесь другие пользователи могут просматривать. Ваши видео отображаются здесь справа, все ваши загруженные видео. Внизу отображается информация о ваших подписчиках. То есть, когда другие люди попадают на ваш канал, они нажимают здесь кнопку подписаться. И тем самым они следят за вашим каналом, за обновлениями и всегда знают о том, что у вас появились какие-то новые видео и так далее. Так, хорошо, здесь же отображается ваша фотография. Кстати, о том, как ее сюда вставить и как вообще настроить свой профиль, мы сейчас дальше поговорим. Ну и ваша информация, да, о вас кратко и недавние изменения. Допустим, последние добавленные видео, подписки последние, комментарии к видео и так далее. Ваши друзья на YouTube и многое другое. Что касается избранного. Это тоже ваши видео, но которые вы сами пометили как избранные. Вот, вы под видеоплеером можете нажать, добавить в избранное. И ваше видео теперь в вашем канале, если мы обновим страницу, отображается еще и в избранном. То есть, таким образом, авторы на YouTube обычно помечают какие-то лучшие или самые важные свои видеоролики. Так, ну вернемся назад. Вот эту панель внизу избранных можно свернуть нажатием на скрыть плейлист. Кстати, о том, что такое плейлист. Когда вы находитесь на сайте YouTube, вы смотрите какие-то ролики, просто находите их здесь, либо же переходите по ссылкам с какого-то сайта. А для того, чтобы создать здесь видеопоток, то есть, несколько роликов поставить в воспроизведение, так сказать. Для этого нужно, допустим, вот зашли вы на это видео, вы здесь нажимаете добавить его в плейлист ваш. Затем переходите на другое видео, опять нажимаете добавить в плейлист и так далее. Таким образом, у вас здесь внизу собирается такой список ваших самых любимых видео или вообще тех видео, которые вы смотрели или добавляли в плейлисты. То есть, вы можете сами создавать здесь несколько избранных, допустим, добавить в избранное, да, то есть добавить в новый плейлист. Здесь вы вводите имя плейлиста, допустим, «Мои любимые видео», так скажем, да, и нажимаете «Enter». Вот. Теперь у вас появился плейлист «Мои любимые видео». Вот он. И туда сохранилась ссылка на это видео. Таким образом, вы в своем аккаунте можете очень быстро с помощью плейлистов просматривать ваши видео, либо же удалять их отсюда, да, изменять их, загружать другие плейлисты. Вот если у вас здесь их несколько, как в моем случае. В общем, это, можно сказать, такая панель, куда вы можете выводить любые видео, которые вам нравятся или которые по тем или иным причинам вы хотите сохранить, как в закладках. Ваши видео отображаются еще над плеером. Вот этой кнопкой. Над плеером рядом с вашим именем. Ну, вот с логином в сервисе, да, так скажем. Нажимаем на эту кнопку, и здесь вы можете в виде ленты просмотреть все ваши загруженные видео. То же самое, кстати, можно проделать и с любым другим пользователем на YouTube. Если вы переходите на какое-то видео на YouTube, вы можете просмотреть все видео автора здесь вверху. И вот эта самая кнопка подписаться служит для того, чтобы получать извещения о новых видео на данном канале. На вашу почту. Так, ну что же, окно канала мы с вами более-менее разобрали. То есть здесь все, в принципе, понятно, да, это... Здесь отображаются ваши видео, видео в ваших плейлистах, ваши подписчики, друзья и какие-то комментарии, которые вы сами сюда можете добавлять. Хорошо, теперь давайте перейдем отсюда же из вашего канала к настройкам. Здесь вы можете дать название своему каналу. У него есть определенный URL-адрес у вашего канала, который вы можете публиковать где угодно. И вы можете задать тип канала, да, ну, по классам. То есть просто рядовой член YouTube, да, либо же вы режиссер, либо же вы музыкант, там, журналист и так далее. Сделать канал видимым, да, это значит, что канал могут просматривать любые люди. Ну и теги. Здесь вы можете добавить какие-то определенные метки, которые будут характеризовать тематику видео, которые вы выкладываете на своем канале. Темы и цвета. Ну, здесь вам предоставляется возможность изменить оформление, графическое оформление вашего канала на YouTube. Здесь вы можете выбрать уже готовые темы оформления, либо же отобразить дополнительные параметры, и здесь самостоятельно указать какую-то цветовую гамму. Ну, значит, цвет должен кодироваться в формате HTML, как это делается обычно при создании, там, сайтов, блогов, да, и так далее. Можете задать фоновое изображение, которое будет отображаться вот здесь, вместо этого серого поля. Ну, в принципе, с этим, я думаю, все понятно. Так, следующие модули. Да, не сохраняем. Модули — это как раз-таки элементы на вашем канале, которые необходимо показывать, либо не показывать. То есть, такие модули, как комментарии, подписки, подписчики, друзья и недавние действия, они все у нас здесь выводятся. Да, вот подписчики, друзья, комментарии и так далее. Если вам что-то из этого не нужно, вы можете это здесь выключить. Видео и плейлисты. Какой материал вы хотите показывать? По умолчанию здесь отмечено мои добавленные видео и мое избранное. Вы также можете показывать публике свои плейлисты, то есть, какие-то видео, каких-то других авторов, которые вы когда-то находили и сохраняли в плейлисты. Все, нажимаем «Сохранить изменения» и канал мы с вами, в принципе, наш настроили. Что касается редактирования профиля, то прокрутим страницу ниже и здесь мы можем изменить параметры своего профиля. Для этого нажимаем «Изменить». Здесь вы можете задать свое имя, значит, указать, показывать ли ваш возраст, дать ссылку на ваш веб-сайт, дать какое-то описание канала, описание себя, ваше место жительства и так далее, и так далее. Какие-то увлечения и прочее. После этого не забудьте нажать кнопку «Сохранить изменения» для того, чтобы ваш профиль обновился. Теперь перейдем к нашему видеоролику и рассмотрим здесь еще кое-что. Несомненным, огромнейшим плюсом YouTube является возможность просмотра просто исчерпывающей статистики по вашим видеороликам. Для этого кликните здесь «Статистика» и давайте посмотрим, что она нам предлагает собирать. Какую информацию о людях? Прежде всего здесь собирается информация о тех, кто смотрит ваше видео. И эта информация, посмотрите, какого рода. Она практически полностью исчерпывающая. Потому что она показывает, во-первых, обзоры в целом. То есть, в каких странах популярны ваши видео, из каких стран их смотрят. Общее количество просмотров этого видео, начиная с самого момента его загрузки. Длительность просмотра вашего видео, популярность в различных странах, демографические данные. То есть, если какие-то пользователи YouTube заходят на ваше видео, его просматривают, естественно, у них в профиле указан их какой-то возраст, и на основании этого делаются выводы о том, среди какой возрастной категории популярны ваши видео. Далее, подробная статистика просмотра, специфическая, опять же, из каких стран, в каком количестве, какие лучшие видео считаются со стороны пользователей. То есть, какие видео набирают больше всего просмотров. Обнаружение, демографические данные, опять же, отдельно, сообщества, подписчики и так далее. В принципе, со статистикой вы можете подробно ознакомиться самостоятельно после того, как ваши видео уже хотя бы несколько пользователей просмотрят. Тогда здесь будут не пустые данные, а вполне какие-то минимальные значения будут уже отображаться. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание, это небольшое меню справа вверху окна. Здесь вы можете, опять же, перейти на ваш канал, то, что мы с вами уже рассматривали. А здесь вы можете перейти на свои входящие. Давайте посмотрим, что это такое. Ваши входящие это, так скажем, аналог электронной почты только в рамках Ютуба. Сюда вам приходят сообщения по подпискам на ролики различные, да? Вот, допустим, если мы с вами перейдем здесь же вверху в строке меню в подписки и подпишемся на какой-то канал, да? Допустим, нажмем подписаться. Подписка оформлена, да. Так, здесь нам сообщают о том, что мы теперь подписаны на канал и уведомляют меня о добавлении новых материалов, да? Да, нажимаем обновить. Все, подписка у нас окончательно оформлена. То теперь, значит, уведомление, когда на том канале добавят новое видео, уведомление о нем придет сюда, на, так скажем, внутреннюю почту Ютуба. Оно будет во входящих сообщениях. Личные сообщения это, когда другие пользователи сервиса Ютуба присылают вам сообщения, они приходят в эту папку. И, кстати, вы сами можете написать кому-то. Для этого здесь есть кнопка написать. Вы вводите кому. Кому, естественно, вводите не адрес электронной почты, да, а имя на Ютубе. Вводите тему сообщения, непосредственно само сообщение, и вы можете что-либо сюда прикрепить. Допустим, какое-то свое собственное видео. Нажимаете отправить сообщение, и оно приходит другому пользователю в эту папку. Ну и отправленные вам, естественно, от каких-то других пользователей, комментарии. Опять же, если кто-то оставляет комментарии к вашим видео, то извещения об этом сохраняются именно здесь. Здесь же можно узнать о предложениях дружбы, если кто-то вам пишет, видео-ответы посмотреть, да, которые есть на ваше видео. Вот смотрите, если кто-то просматривает ваше видео, он может оставить здесь комментарий в этом поле, да, написать что-то текстовое, либо же создать видео-ответ, может. Для этого нужно просто выбрать какое-то видео, нажимаем начать, да, и просто нужно загрузить какой-то ролик для видео-ответа. Ну, или же здесь уже будет список возможных видео, которые можно добавить в качестве ответа. Ваших видео, естественно. Так, хорошо, вернемся назад. Подписка нам уже не нужна. Отправленные здесь, соответственно, хранятся ваши сообщения, которые вы отправляете другим пользователям. То есть здесь полный аналог электронной почты, только в рамках YouTube. Здесь даже есть адресная книга, где можно заносить, значит, имена каких-то пользователей на YouTube. Можно им писать, можно их удалять, да, можно добавлять друзья и так далее. Можно создавать контакты и прочее. Так, хорошо, вернемся назад. Выйдем из уведомлений. Так, и давайте перейдем в пункт аккаунт. Здесь вы уже можете регулировать какие-то настройки вашего профиля. Во-первых, вы можете загрузить сюда свою фотографию в профиль, да, либо же загрузить изображение с компьютера, либо же выбрать какой-то видеокадр. Так, нажмем отменить. Настройки профиля. Ну, здесь опять же информация о себе, ссылка на ваш сайт, о чем мы вкратце уже познакомились на странице просмотра вашего канала. Личные сведения о вас, место рождения и проживания и так далее, да, но обо всем этом мы с вами уже познакомились на канале. Настройка воспроизведения. Здесь можно указать какие-либо свои предпочтения относительно воспроизведения видео. Допустим, указать, что у вас медленный интернет-соединение. В этом случае ролики, которые вы будете просматривать, будучи залогиненным на сервисе YouTube, они не будут загружаться в формате HD, они будут загружаться в минимальном качестве. Либо же наоборот, всегда выбирать наилучший вариант для просмотра, да, как в данном случае. Здесь же вы можете указать, переходить ли в режим HD, если это возможно, если вы переключаетесь на использование полного экрана. Показывать ли титры, аннотации к видео и так далее, да, ну, в принципе, по умолчанию я вам рекомендую оставить эти параметры. Параметры электронной почты. Здесь вы можете регулировать частоту обращения YouTube на ваш почтовый ящик. Допустим, какие сообщения вы хотите видеть на вашей почте. Когда кто-то оставил комментарий к вашему каналу, когда кто-то отправил вам личное сообщение, вот это личное сообщение, которое мы сейчас рассматривали вот здесь во входящих, да, когда я получил предложение дружбы, да, когда кто-то решил добавить вас в друзья и так далее. Или вообще не отправлять сообщения о событиях. В этом случае вам нужно не забывать регулярно посещать YouTube и просматривать здесь входящий, чтобы быть в курсе событий вашего профиля. Уведомления о действиях. А здесь вы можете связать ваш аккаунт YouTube с какими-то социальными сервисами, с какими-то популярными социальными сетями, такими как Facebook и Twitter. Если вы привяжете сюда, допустим, Facebook, нажмете связать аккаунты, вам, естественно, нужно будет выполнить вход на Facebook и подтвердить то, что вы решили связать YouTube с Facebook. Аналогично для Twitter и так далее. В этом случае, когда вы, допустим, добавляете новое видео, когда вы подписываетесь на канал, когда вы добавляете вызбранное, ну вот отмечены здесь эти действия, в этом случае ваши аккаунты в социальных сетях будут отправляться уведомления о том, что вы выполнили какое-то из этих действий. Конфиденциальность. Опять же, настройки, которые касаются приватности. Во-первых, показывать ли рекламу на основе моих интересов. Я вам рекомендую этот пункт оставить, чтобы реклама на YouTube не шла в разрез с тематикой ваших видео. Разрешать ли поиск канала другим пользователям, да, ну и в принципе все. Мобильные настройки. Это все, что касается работы YouTube с вашим мобильным телефоном или смартфоном. Какое-то видео на вашем смартфоне вы можете отправить на вот этот адрес. И в этом случае оно будет опубликовано от вашего имени на YouTube в вашем канале. В принципе это все настройки, да. Так, ну и управление аккаунтом. Здесь можно изменить некоторые критические настройки, такие как пароль, есть возможность закрыть аккаунт, только здесь необходимо описать причину, почему вы собираетесь закрыть здесь аккаунт, да, и нажать вот эту кнопку. Так, можно здесь посмотреть информацию об авторских правах, были ли со стороны пользователей жалобы на то, что вы нарушаете авторские права, узнать, нарушаете ли вы какие-то принципы сообществ, опять же, были ли на вас жалобы, да, ну и в принципе все. На этом в принципе настройки здесь заканчиваются, но еще одна интересная возможность, о которой я хочу вам здесь рассказать, которая имеется на сервисе YouTube, это встроенный онлайновый редактор видео. Для этого здесь в панели меню вверху переходим по ссылке редактор видео, и мы с вами оказываемся на странице вот этого видеоредактора, и давайте посмотрим, как здесь в принципе реализован принцип редактирования видео. Значит, изначально у нас открывается вот такое окно, где наше видео имеется вверху в списке проектов, да, нам нужно перетащить это видео на тайм-линию, чтобы иметь возможность с ним работать. Здесь, когда мы наведем указатели мыши на видео, у нас доступны следующие опции, это обрезка видео, давайте по порядку их рассмотрим. Значит, здесь вы можете указать, какой диапазон из вашего видео необходимо оставить, и какой отрезать. Допустим, вы хотите оставить только вот этот участок видео, а остальное обрезать. Вы нажимаете Save, и видео обрезается. Следующая здесь возможность это поворот. Можно сменить ориентацию видео, повернуть его направо, налево, в том числе несколько раз. Ну и третья возможность это корректировка яркости и контрастности вашего видео. Можно включить эту возможность и добавить допустим контрастности нашему видео, да? Давайте посмотрим, какой результат у нас получится. Вот, да? Видно, что видео стало совсем другим. Либо же сделать его вообще монохромным, то есть черно-белым. Конечно, это такие самые примитивные опции редактирования, но все-таки они здесь доступны. Кроме этого, вы можете накладывать сюда фоновую музыку, то есть переключиться на вкладку музыка, да, здесь есть уже определенная библиотека, аудио, и вы можете сюда и в принципе добавлять к вашему видео на следующую звуковую дорожку, чтобы эта звуковая дорожка сопровождала ваше видео. Ну и последняя вкладка это переходы. Эта возможность нужна на тот случай, если вы добавите несколько видео на вашу тайм-линию, и вы захотите поставить между ними какой-то переход. Допустим, в начале видео вы захотите установить этот переход, и можем посмотреть, что у нас получится. Вот таким образом у нас теперь начинается воспроизведение, да, ну и так далее. Эффекты, конечно, здесь тоже по сравнению с профессиональными видеоредакторами достаточно примитивные, но тем не менее они заслуживают внимания. На этом рассмотрение всей основной информации по видео хостингу YouTube мы с вами заканчиваем и двигаемся дальше.